Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братцы и сестры во Христе. Всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю умножать в себе всякую благость и возрастать в познании Господа и Бога нашего, Творца и Создателя Иисуса Христа, имя которому одно любовь. А потому умножаться в нем и возрастать мы можем только одним простым, узким и тесным, но все-таки легким путем. Это отвернувшись себя, любить ближнего, теми тарами, какие посылает нам и благословляет, и одаривает нас Господь для Его славы. Путь очень простой, очень несложный. И хотя кажется поначалу и игом, и бременем невыносимым, оказывается на самом деле, что это иго и благо очень легкое. И эта любовь к ближнему делает нас самих счастливыми, свободными и счастливыми. Ну что, давайте помолимся. И кое-что хочу сказать опять по Евангелию. Господь мой и живой Бог наш, Иисус Христос, любвеобильный, заботливый родитель наш, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спасибо Тебе за всю любовь Твою, за все, что подаешь нам, потребное для жизни, радости, веселья, здоровья, защиты, знаний и всего, что потребно нам для жизни и благочестия, для возрастания в Тебе, в любви к ближнему. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благослови уста говорящего, уши всех слушающих и блаженной руки всех печатающих, эту трансляцию, через которую прославишься Ты, пришедший воплоти, Господь мой и Бог наш, и открывший нам имя Свою, природу Свою, сущность Свою, которой есть любовь, явленная Тобой, которая была всеми благодеяниями, и даже до креста, до добровольного отдания жизни своей, для того, чтобы мы узрели любовь Твою и познали ее. Сердца наши открылись к познанию истины Твоей, и через воскресенье Твое уверовали в Божество Твое, что это имя именно Твое, Бога, Бога и Создателя нашего. О вознесении Твоем узрели дар свободы, данный нам, бесценный, для каждого человека. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос Господь и Бог наш живой всегда посреди нас и вознесся только для того, чтобы даровать нам свободу, возрастать в любви, в его подобии, ибо мы дети его. Все мы Боги и дети Всевышнего, все мы. Сейчас скажу такую фразу, сначала она покажется грубоватой, но потом я объясню, почему, и на самом деле не то, что опровергну, но сейчас скажу так просто для контраста. Как вы думаете, кто является центром Евангелия? Центром? Кто? Кто, кто в центре Евангелия? О ком все повествование? Ну, все, я даже думаю, нерожденные свыше скажут о Христе. О ком же еще? Евангелие? Конечно, о Христе. А я им скажу нет, не о Христе. Центр Евангелия – это любовь Христа к человеку, любовь Бога к человеку. На самом деле, я, конечно же, сказал это для контраста, опять лишь подчеркнув ту простую вещь, что Евангелие – книга неразрывная. И, как Лука и сказал, чудес на него никто не сказал, действительно, в точку, сильно, коротко и ясно. Начиная свою вторую книгу, книгу «Деяния апостольские», он дает определение своей первой книги – «Благое вести о Сыне Божьем в последнее время, явившемся во плоти». Ну, а потом для всех, для нас, познавших, что этот Сын Божий есть Бог, ибо Он и Отец одно. Он пишет очень просто. Это жизнь и учение Иисуса Христа. Конечно же, центром Евангелия является не только любовь Бога к человеку, но и сам Бог. Я вам всегда говорил, поэтому это две вещи. Поэтому мы исповедуем, что Иисус Христос – это Бог, явившийся во плоти и открывший нам сущность, имя Свою, которое есть любовь. Ну, и от начала, как Иоанн Богослов говорит, и в последнее время мы узнали, что мы, люди, Его образ и подобие. Мы Его образ, мы Его дети, и уподобляемся, мы Его можем. Потому, знают, вы дети Божьи, потому, как Иоанн Богослов как говорит, потому, или как он там говорит, так вы дети Божьи, если из любви к Богу любите брата своего. Как-то так, да? Ну, Господь говорит, потому, знают, что вы мои ученики, что имеете любовь между собой. Тут же Иоанн Богослов в своем послании там по-другому пишет, да? Посмотреть, какую любовь нам дал Отец, чтобы нам быть, опять быть по природе и называться чадами Божьими. Назваться, когда я могу, когда я исполняю, когда я делаю. Как, говорит, назвался, полезай. Так и это. Нам быть, нам дал образ, да, и все потребное. И называться. Да, у нас есть все потребное для того, чтобы стать богами. У нас все для этого есть. Говорит, и дети Божьи, и дети дьявола, вернее, вот, узнаются так. Любящий ближнего своего, от Бога рожден. И есть дитё Божье. Но там немножко по-другому, я богослов сказал. Поэтому, казалось бы, казалось бы, Евангелие – это о Христе. И вот все проповеди строят только на том, что и то, ну, кто строит, кто не строит, во Христа уверовать. Ну, во Христа ты уверовал. Твоя церковь, твоя община, твое собрание, вот, где ты, может быть, имеешь дар слова и говоришь, ну, сколько можно говорить-то о вере во Христа. Да перед тобой сидят люди, которые уверовали во Христа. Дальше ты им что делать? Как Пётр красиво пишет, это однажды принята драгоценная вера. Да, я во всё вот это уверовал. Иисус Христос есть Бог и есть любовь. Да, я в это уверовал. И я человек, его образ, его чадо, отца и Христа, брат, собраться, а образ такой же, сынаследник, всё. И всё, и уподобиться его могу только в одном – в любви к ближнему. Да, я в это уверовал. Дальше-то что? Дальше-то я жить должен. Жить. И если я, кстати, буду об этом жить, не надо напоминать о моей вере. Если я живу своей верой, я её никогда не забуду. Кто работает, чем-нибудь вот занимается, тот прекрасно знает, что если он это изо дня в день делает, как это можно забыть? Никак. Уж, кстати, мало того, мы все прекрасно знаем, однажды, научившись ездить на велосипеде, уже никогда не разучаешься. Ты можешь сто лет не ездить, и всё равно сел и поехал. Вот я сейчас за рулём езжу, так скажем, не то, что не часто, сейчас вообще почти не езжу. Много лет ездил, потом, когда свои машины пораздал, на чужих-то всё равно приходилось, там вот я помогал, там, даже тут, там, священнику, так называемому, да, я же тоже, он мне доверял, там всегда я его возил, и всё. То есть на других, так опять же, я мог не ездить годами, я сажусь, и всё, для меня нет проблем, я сел, да поехал. Один раз научился велосипед, что я сто лет на нём не ездил, сел, да поехал. То есть, более того, мы даже знаем, даже такое работает, то есть действительно, человек однажды уверовав, вот, в истину, в сущность, в бытие, в откровение Божия, по сути, это откровение его сердца, ибо Бог просвещает всякого человека, мы природа, природа вокруг, это Бог, он и по плоти, и по духу, он всё, везде и во всём, он Альфа и Мэгги, первое и последнее, начало и конец, нету места, как хорошо в Салме говорит, Давид там, не Давид, не важно кто, Господи, если ты, что там, в преисподней земли сойду, куда, на глубины ада, и там ты, нет места во вселенной, где нет Бога, ибо Бог всё, на свете, всё, всё это его логосы, всё его мироздание, всё его мысли, всё везде, Бог во всём, всячески, Бог-то везде, поэтому человек, познавший даже раз истину, и то от неё, по идее, уже в теории, никогда не отвалится, он её помнит, он может её исказить, да, но если он её не искажает, а просто делом отваливается, теорию, то Господь ему не попустит, забыть его, он просвещает всякого человека, и человек сам с собой искренен, он даже греша, когда-нибудь всё-таки покается, тот, кто сознательно протеется истинно, сознательно её искажает, сознательно борется со светом, угошает духу, угошает свет, да, искажает сам себе теорию, тот, да, тот может вообще помрачиться умом, поэтому Евангелие, центром Евангелия является не только Христос во плоти, не только вера, а и любовь Христа к человеку, кто со мной хочет поспорить, то спорьте не со мной, я всем поражаюсь, читаешь Евангелие всё время о делах любви к человеку, Христа, и словах, ну, конечно же, он и о вере в себя говорит, и о себе как боги по плоти, да, и то, и то, причём там кажется, что это иногда перекликает, сказалось бы, ну, говори о вере, кончи любовью, а там порой о вере, любви, во-первых, там есть эти круги Фибоначчи, то, что истина очень проста, и Господь её говорил каждый раз по кругу, точно так же, как я пишу эти ролики, всё об одном и том же, вот сейчас опять пишу, уже четвёртый ролик подряд о Евангелии, в принципе, ничего нового не говорю, только чуть другим образом, чуть с другой стороны, что суть Евангелия не только Христос по плоти, но и Христос по духу, то есть, а даже специально для контраста сказал, что это не так, а что центр Евангелия, это суть Евангелия, или центром Евангелия является любовь Бога к человеку, безмерная, безграничная, абсолютная, полностью самоотверженная, и юродивая, безумная для мира, даже до креста. Всё, кто-то скажет, что это не центр Евангелия? Нет, конечно. Вопрос, да, что не то, не то, что любовь без веры невозможна, потому что ты начинаешь вот так отверженно, самозабвенно любить ближнего, только поверив в эту истину. Поэтому вера действует любовью, поэтому в вере мы показываем, что в нас открылась эта любовь, показываем, что боголюбие? Нет, Пётр говорит, братолюбие в вере показываем через добрые дела, с рассуждением, отвергнувшись себя, то есть воздержанием и долготерпением. И что вера без дела, она мертва, это труп. Вот так вот. Поэтому пребывающие в любви в Боге пребывают, и Бог в Нём. Мы уверовали, как и исповедовали, как Анна Богослова говорит, Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и поэтому мы Его дети, мы имеем Его Дух, и мы в Нём пребываем, и Он в нас. И в этом мы познали любовь Божья, в том, в чём, которую имеет к нам Бог, в том, что Он положил за нас душу свою. Ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает. А значит, и мы должны поступать так же, и любить друг друга. Всё. Всё коротко, всегда и понятно. Поэтому сутью Евангелия, конечно, сейчас я поправлюсь, является, как всегда, Христос и по плоти, и по духу. То есть, Иисус Христос – Бог, и любовь Христа к человеку, Бога к человеку, ибо Христос есть Бог. Любовь Бога Иисуса Христа к человеку – вот она, центр Евангелия. Там нет ничего другого. Ну, конечно же, там есть образ для нас пути, потому что Христос, Он как Сын для нас, образ Сына, хотя Он Отец одной, всё это лишь символы, образы. Конечно же, мы видим упование и благодарение к Отцу, к Родителю, потому что Господь для нас источник, наш Родитель, наш Создатель. И любовь к нему проявляется в трёх вещах, в трёх, их никак нельзя проявить, в двух, так скажем, невидимых. Это упование, это благодарение прежде за всё и упование дальше для себя. Это всё вещи невидимые. Это вот корень у растений, образ. Это образ внутренности человека, который не видно, как развивается, как кости крепнут, органы увеличиваются, расширяется, образ троста. Это невидимая область, это фундамент дома. Но это образ более мёртвый, потому что ни фундамент не растёт, он закладывается один раз, строителями рассчитывается на высоту дома и так далее, да, на его массу какая будет. Нет, потому что его потом туда тонны кирпичей нанесёшь, он всё равно туда рухнет. Вот. Самый хороший образ живой, это, конечно, растение, а лучше человека. Конечно же, поверив в то, что Бог, наш Отец, любовь, Иисус Христос, мы что делаем? Благодарим первое проявление любви. И это бесполезно даже словами, кто знает, выразиться. Падаешь дом на колени и всё. И даже, что ты будешь Богу спасибо говорить. Слов-то и не так много-то. И то они, что они означают-то. Что такое благодарность? Благодарность хочется что-то дать, хочется что-то возместить. А что ты дашь, если он источник и податель? Когда это понимаешь, и всё. Вроде бы ты ничего не можешь сделать, а у тебя ещё больше расширяется всё, потому что ты понимаешь, что это есть любовь. И из этих двух проявлений любви к Богу, третье проявление, действительно, которое можно ему проявить, и Господь сказал, вы что-нибудь мне хотите сделать, сделай ты ближнему. Я как брат, как друг твой в каждом ближнем. В каждом ближнем. Хочешь меня поцеловать, обнять, поцелуй, обними ближнюю. Хочешь мне что-то воздать, я тебе всё воздаю, сделай это ближним. Я тебе причём дал миллион, ты хоть от него хоть полмиллиона оторви. Ты же хочешь мне отдать половину, показать. Можешь десятку чуть, можешь двадцатку, можешь половину. А может всё ты мне хочешь отдать, показав свою максимальную любовь, что тебе от меня ничего не надо. Отдай всё, я не против. Как я всё отдаю, так и ты можешь всё отдать. Пожалуйста. Поэтому центром Евангелия является не только Христос по плоти, но и Христос по духу. Не только вера во Христа по плоти, но и любовь наша к ближнему. Любовь Христова к ближнему. Поэтому мы верим и в то, и в то. Очень важно понимать. Ян Богослов об этом всегда прекрасно говорит. Особенно он, конечно. Не зря его прозвали апостолом любви, проповедником любви. Что такое апостол? Проповедник, благовестник. Чего? Не только Христа по плоти. Вера, вера. Ну что вера-то? Ну, уверовали однажды. Дальше что? Дальше жизнь идёт по вере. Упованием, да, мы ещё в чём-то подвязаемся ежедневно, в бытовом. А вера-то что? Учение одно, оно неизменное. Никто его больше не придумывает. Никакие люди. Чё там ещё придумывать-то? Жизнь и учение Иисуса Христа у нас есть. Иоанн Богослов тот же, заканчивая Евангелие, говорит, что не о всём, что учил Иисус Христос, книг не перенаписать, а о том, что делал. Да. О всех благодеяниях Божьих к человеку. Вот о том, о чём я сейчас вам говорю. О втором центре Евангелия. Да. О втором центре Евангелия, о благодеяниях, о любви Бога к человеку. И всех книг не переписать, ибо это и есть все книги. Человеческие души, человеческие жизни. Это и есть все книги благодеяний Бога человеку. Это так. А учения? Нет. Он говорит, вот вам всё учение, которое принёс Иисус Христос. Никто его не может дополнить, ни один человек. Бог не требует в дополнении своего учения никакими учениями человеческими. Они все только исказили и умолили учение Иисуса Христа, Бога нашего, Который есть любовь. Это потом эти учителя, вместо того, чтобы подставлять щёки, начнут в них колотить еретикам и сжигать их на кострах. И ненавистникам ихнего государства и Родины, Святой Руси, одного Рима, второго Рима, третьего Рима. Вот потом они свои учения. Это их не учение. А учение Иисуса Христа положить свою душу так, как Он положил. И любить ближнего, как Он любил. Учение есть. Иисус Христос, Бог, имя Которому любовь. Ты человек, чадо Отца, Его образ и подобие, Христа и Бога. И уподобиться им, ты можешь только в любви. Бог ни в кого не верует. Бог не молится. Бог не читает даже Библию. Бог даже не ходит в собрание. Всё это ты делаешь только для себя. Ты всё это должен... Сначала ты это делаешь для себя, и это надо делать. Это нормально. Человек ещё этого не понимает. Для чего он ходит в собрание, чтобы узнать это? Когда он это узнал, ему можно вообще никуда не ходить. Он будет бегать, творить дела любви. Что-то давать, а не брать. Но об этом у меня будет ролик, специальный по прощальному ужину. Я там постараюсь показать, что нам из учеников Христовых надо в Христа облечься и в Христа превратиться. И наконец-то себя увидеть не... Берять или как это взять? Те, кто берут этот хлеб, а тем, кто раздаёт этот хлеб. Это важно. Перейти от плоти к духу. И от дырки в источник. Вот это цель жизни человеческой. И в христианстве уж особенно-то. Те, кто познал истину. Те, кто много знает, с того много спросится. И вот мы, христиане, всё это знаем, а занимаемся всякой чепухней. Все наши проповеди неизвестно на что заточены. На что только мы не ищем. Кому это всё надо? Бог за тебя это не будет спрашивать. Что-то там читал, что-то там уяснил. Будем мы тысячу лет со Христом царствовать или не будем. Да какая разница-то, где со Христом царствовать? Здесь ещё тысячу лет на какой-то новой земле, там разницы вообще никакой. Кто любит Христа, Бога, и всех вокруг, он уже здесь царствует со Христом. И он здесь любит, здесь счастлив, здесь радостен, здесь мирен, здесь блажен. На этой земле уже. Потому что ему какая разница, где в любви подвязаться. Здесь, в тысячелетнем царстве, в царстве небесном, ему без разницы, где творит дела любви к ближнему. Бог нам творит постоянно, всем и всю. И когда мы на земле, и тем, кто сейчас там где-то неизвестно, за пределами этого видимого для нас мира, Бог всем постоянно подаёт, ибо Бог только подаёт жизнь и благо человеку. Он есть начальник жизни и податель, причина, источник и всякого блага. Жизни, как первого блага и всех остальных радостей в жизни. Всё, вот вам всё учение-то. Центром Евангелия является именно это. Это. Не может быть проповедь построена на проповеди одной веры. Это неразрывная вещь. Посмотрите любое послание. Нет ни одного послания, посвящённого только вере. Нет ни одного послания, посвящённого только любви. Любое послание, как и само уж Евангелие, я не говорю, любое из них, это полноценная книга, полноценное учение о вере, действующей любовью. Всё, вот всё Евангелие. О Боге по плоти и о Боге по духу, о Его имени, о Его сущности. И мы, соответственно, мы образ такой, у нас всё для этого есть. И мы усовершиться можем, только придя во внутреннее состояние, в любви к человеку. Но эта любовь будет обязательно проявляться в делах любви. К человеку. К человеку. А к Богу проявляется в двух вещах. И то упование, это жизнь, это она тебе нужна. Господь сказал, в день скорби призови меня, я избавлю тебя. Ты познаешь меня, вкусишь меня, яко я блах, и что я Бог блах. Ты вкусишь, что Иисус Христос, если ты Его призовешь, ты узнаешь, что Он Бог, потому что Он может, и что Он благо и любовь, потому что Он хочет и даёт тебе это. И ты прославишь меня. Вот для чего это нам жизнь дана-то. Бога познать. Каждому. Не читать книжки о том, как другие познали. Ой, святые подсвятые. Вот он, как он уповал к тебе. Он-то вкусил Господа и вкушает, и будет вкушать в Царстве Небесном в полноте. А ты? Ты за прочтение этой книжечки в Царство Небесное не попадёшь от того, что ты не уповал и никого не любил. Тебе что от этого? Ну, хорошо, прочитал ты, ты-то живёшь поэтому. Чего тебе этот святой, если есть Христос, который абсолютно уповал и абсолютно любил, и отмазов никаких нет. У Христа ты найдёшь, ой, у святых какие-нибудь грешки, отмазки. О, скажешь, он-то вот так делал. Так это он, он человек грешный. Ты на Бога посмотри, который тебе путь проложил. Сказал, что ты от этого пути ни направо, ни налево не уклонялся никуда, а шёл прямо по стопам его, стопочка в стопочку, как говорят апостолы. Чем мы сами пытались и занимались, сколько могли. И мы должны так же. Чего мы идеал-то к себе на макушку стаскиваем? Найдём грешных людей, возведём в догму и давай на них равняться. А они давно сладкое горьким назвали. Нет. Ну, вот так вот я хотел ещё сказать. В принципе, всё время об одном и том же мусолю. Помните, Евангелие – это вера, действующая любовью. Это Иисус Христос по плоти и по духу. Он – Бог во плоти. И Он – любовь, проявляемая делами любви к человеку. Он не ходил просто так о любви там рассказывал в сказке. Бог творил и говорил, чтобы мы делали точно так же и призывал нас делать так же. Ну, всё, давайте поблагодарим Господа. Единственная заповедь, как у любви к Богу, как можно исполнить, то благодарность. Упование и любовь к ближнему – это вот уже подруховую сторону теории. Упование – это уже практика. в этой практике, в уповании на Бога и любви к ближнему открывается наша вера, проявляется, вынаруживается. Это и есть дело о вере. Как угодно. Все эти опять слова одного и того же подобного характера. А суть у них одна. Вот и всё. Стать, облезься Иисусом Христом вот здесь вот. По-другому никак. Ну, давайте поблагодарим. Господь мой Бог наш, Иисус Христос, любящий родитель, слава Тебе, спасибо Тебе за всё. Спасибо за эту трансляцию и за всех братьев и сестёр. Да прославишься Ты, пришедший во плоти, Господь мой Бог наш и имя Твое святое, явлено Тобой на кресте, которая есть любовь. И да откроется помышление многих сердец и узорит всякая плоть. Всякое сердце, как моё когда-то, слава и величие Твое в любви Твоей и в божестве Твоём, которое Ты явил воскресением Своим. Ибо в жизни в самом себе имеешь только Ты, Господь мой Бог наш, о воскресении Твоём оценят и возблагодарят Тебя, задарованный нам всем от начала дар свободы, дар свободы жизни в избрании добра и зла. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, спасибо Тебе за всё. Все Твои благословения, все Твои благословения всегда на всех людях, а особенно на всех алчущих и жаждущих Тебя истины Твоей, любви Твоей, любящих всех чистых и горячих сердцах, братьях и сестёр моих. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господь Иисус Христос, Бог, любовь всегда посреди нас. И вчера, сегодня и завтра. Он Бог живой. И сейчас посреди нас. Мы Ему не молимся, мы с Ним беседуем, мы просим Его, благодарим Его. Бог живой. Сокрылся Он только для того, чтобы мы добровольно, свободно усовершились в святости, в Его уподоблении Ему, в любви к ближнему. Ну всё. Всем, кому понравился ролик, ставим палец вверх. Кому не понравился, всё равно ставим палец вверх. Делитесь этим роликом со всеми, с кем считаете нужным, в социальных сетях или где там считаете нужным. Добавляйте к себе на страничке. Все мои адреса канальчиков наверху, все мои контакты для связи внизу, все мои полезные ссылочки я всегда добавляю справа. Я всех нежно целую, крепко обнимаю. Пока-пока. До встречи в новом ролике. Продолжение следует...